Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Давай сегодня вот проговорим подробно на камеру, что будет в Москве. Давай. Потому что вопросы есть, люди, особенно много людей сейчас новых, кто начинает интересоваться инфодаймингом, и они не понимают, раньше был входной билет, 10 долларов и приходи, да, а сейчас цена совсем другая. Но сейчас продается сразу с работой. Сейчас продается полностью 5 часов работы. в Москве вместе с нами. И это будут, мало того, что это будет вопрос-ответ, он час будет. Все равно мы вживую будем там работать с людьми и точно так же будем работать, зачищать информацию где-то, где-то помогать там, где можем помочь, где-то на консультацию отправлять. Все как в онлайне, но вживую. И вживую ну вот прошлая наша встреча живая, три человека просто попали вовремя. И мы видели конкретно в зале три человека, кому повезло. Потому что иначе жизнь бы их сложилась по-другому. В плане здоровья. Это когда? Это как едет, едет человек и потом внезапно... Впереди кювет. Да, кювет, а он его не видит. Он бы влетел раз и свернул. И выворачиваешь, да. То есть, такие моменты бывают в жизни, и вы их сами чувствуете, и ходите, и вопрос поеду я в кювет или нет, вот этот момент ловите в себе, если надо, то приходите. Это будет первый час. Второй час будет в программе. Это коллективное погружение. Учимся чувствовать с нами. Настройка тела на чувствование. Дело в том, что с чувствами у людей вообще полный затык. То, что показывает практика. Когда человек говорит, я чувствую там это и это. На самом деле в это время чувствует его ум. То есть, он чувствует программой ума. Ум предполагает, что это должно быть вот так и так, и выдает из этого вот так вот так информацию. Поэтому эта информация ошибочна. Заморочка, да. Заморозка. Заморозка. Ну и заморочка. Ум вводит в заблуждение. И потом человек начинает придумывать интуицию, что у него работает интуиция, не работает интуиция. На самом деле мы говорим о чувствовании. Просто люди не чувствуют. Люди отчерствели, стали деревянными. И поэтому болезни, они усиливаются, чтобы хоть как-то разбудить это мясо. Извините. Чтобы через боль человек проснулся, чтобы он через боль начал возвращаться к себе. Чтобы через боль это тело начало хоть как-то чувствоваться. И мало того, что у многих блокировки стоят на уровне отказа от чувствования. Вот был там стресс, боль, там первая любовь, хлоп рубанула. И человек все, от любви он отказался, от благодарности он никогда не был. И потом все, это камень. И вот этот камень вы можете видеть в своем муже, потом в зеркале, в своих детях. А они меня не слышат, а они меня не понимают. Так это они не слышат и не понимают на уровне каналов восприятия. А ведь они вам в зеркало показывают, что вы бесчувственны, что вы себя не чувствуете. Таким образом зеркала срабатывают. Плюс усугубляет положение наука. Наука же говорит о том, что вилочковая железа у человека перестает в каком-то возрасте уже половозрелым работать. И все вообще. И все, она не нужна. Она не нужна. Существы не нужны. У человека, человек отсюда информацию не берет. Более того, эзотерические источники учат. У нас мозг находится в сердце. Вот сердцем вы. Нет, господа, сердце стучит, там пульс. А мозг у нас в голове. А здесь у нас вилочковая. И через нее идет информация именно по чувствованию. Это чувствуется, как если бы. Вот эту формулу «это чувствуется, как если бы» вводил инфодайвинг. Потому что если говорить о чувствах, как они описаны в науке, в психологии, это описаны эмоции, это максимум ощущения описаны и максимум какие-то состояния сознания. И то это даже не состояние сознания, это все равно привязка к эмоциям. Состояние уже идет подмена на субличностные реакции какие-то. То есть уже вообще объединение набора автоматических программ с приданием ей какого-то эмоционального статуса. То есть это вообще бред. Бред севой кобылы. Люди не умеют чувствовать. Они чувствуют только боль. Для этого нужны болезни. Хотите убрать болезни? Хотите быть здоровым? Научитесь чувствовать. Без этого ничего не будет. Это ключевое. Это ключ. То есть час мы посвящаем этому. Более того, мы получится где-то минут 30-40 будем в погружении. И потом мы каждого участника отдельно нашими психотехниками прогоним в личной отработке, чтобы максимально включить вилочку. То есть это уже будут наши знания, которые мы положим на работу еще индивидуально. С участниками, которые будут живьем. Если хватит время, какие-то вещи личные будут и с онлайн-участниками. Но если участников будет много, и мы не будем мочь взять всех, будут браться только те, кто живьем присутствует. Им приоритет. Потом третий час у нас будет... Мы будем менять информацию в инкарнационном цикле. Почему это важно? Мы пойдем в последний день жизни. Это будет коллективное погружение. Мы пойдем в последний день жизни каждого участника. То есть каждый туда уйдет вместе с нами. И там мы будем менять информацию об уходе. Дело в том, что у 99% людей в момент перехода нету благодарности. И есть ритуалика посмертная. К чему это приводит? Это приводит к блокировке чувств. Это приводит к прописыванию одного жесткого автоматического сценария, который называется судьбой. И у человека исчезает выбор. И когда вы говорите, я выбираю мороженое, то мороженое у вас уже давно выбрано. Это как запрограммировать машину на штамп. Ты будешь делать постоянно один и тот же штамп. Приехало такси с этой системой, как у Илона Маска, и навигация повела ровненько по заданному маршруту. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Все точно так же живет человек. И в момент рождения, даже в момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоиды, уже есть дата, как и когда он умрет. То есть он еще не родился, а уже есть дата смерти. Уже она прописана. Более того, именно вот эта дата смерти и основные ключевые моменты по здоровью, они прописаны в яйцеклетке сперматозоиде, как в наборе программ ДНК, по генетике, как говорят, и эпигенетике. Так вот, все, что касается генетики и эпигенетики, если сменить восприятие из мира мертвых, посмотреть и зачистить то, что связано с кармой и с родом по маме и по папе, сделать маму и папу здоровыми, то у ребенка автоматически, без вариантов, изменена жизнь. А этим ребенком являетесь вы. Но это восприятие, опять-таки, участники, которые только начинают заниматься инфодаймингом, позволить себе не могут. То есть у них даже не то, что прав доступа нет, права есть у всех. У них нет позволения себе туда ходить. У них есть страх перед миром мертвых и так далее. Так вот, у тех, кто будет, кто уже с нами много тренируется, будет возможность потренироваться на людях. А у нас будет возможность лично, опять-таки, зачистить информацию у участников, тех, кто будут присутствовать живьем. То есть с нашей стороны тоже будет помощь на эту тему. Это будет наш третий час работы. Четвертый час работы у нас будет погружение здоровья, прямая работа с телом и болезнями. И вот здесь мы поделимся и той психотехнической базой, которой быстро и качественно работать самому с собой. И в то же самое время какие-то вещи, которые мы, например, не успели сделать на вопросе и ответа у человека, у человека есть проблема, можем где-то там на образце показать, подкорректировать прямо на участниках. То есть это работа со здоровьем. Тоже такой момент будет очень интересный, потому что болезни соберутся разные и будут отражаться в зеркалах как разнонаправленные. И можно будет увидеть, как работают зеркала в группе. А это тоже большой кусок для наблюдения. Очень интересно, как работает зеркальное перетрожение. Наглядно будет, да. Да, это наглядный получится вариант. И последний час мы посвятим заявке на счастье созданию новой судьбы. То есть когда мы просто зачищаем информацию, мы ее сносим. Мы ничего себе не присоединяем и не создаем на ее месте в процессе работы. Почему? Потому что наша психика очень быстро подкачивает из недр новое что-то. И человек не успел рот открыть, кукушку словить, как у него уже есть новая информация. Но уже не та, что была. Как правило, лучше, легче, здоровее. Но все равно она уже есть. Это как заправить топливом. Вот едет машина, а поступает постоянно топливо, поступает. Вот это вот... Подкачивается, да. Да, подкачивается. Так вот, у нас будет возможность обрубить и вставить свое. Свой кусок фильма мы вставим. И будем учить вас, как это делать. То есть это не просто я сел, и моя мысль, и я есть мысль, и так далее. Не-не-не, ребята. Есть вещи немножко сложнее. Хотя на самом деле проще, да. Просто наши представления таковы, что все с ложью мы усложняем. И когда мы это дело усложняем, в какой-то момент нам хочется от этой ложи отказаться и заменить на один какой-то примитивизм. Так вот, этот один какой-то примитивизм, как правило, от ума, он никогда не работает. Вот можете посмотреть фильмы «Секрет», тот же самый, те же самые, да. Разные эти ваши на стену, то, что вы рисуете, дома, миллионы и так далее. И почему-то они не такие, и не там, и не тут. Но есть люди, которые каким-то образом входят в определенное состояние сознания, и вдруг у них это срабатывает. Но это единицы. Вопрос, каким образом у них это срабатывает. Вот мы эти все вещи пораскладывали. Почему это работает, и как идти на стопроцентный результат. Но тогда не должно быть примитивизма, и в то же самое время не должно быть с ложью. Должно быть осознавание процессов, которые происходят у вас в подсознании. Каким образом поступает информация, и как в этот фильм сделать правильные вставки, чтобы пошел тот фильм, который вам надо. И чтобы вы понимали, вот на всем этом фоне, когда говорят о психике, всегда упрощают. Ну скажи мне, я пойму, я знаю уже всю психику, как это все. И все такие вот у нас знающие, все у нас преподаватели и врачи, и все любят давать советы. Так вот все, что касается психики. Психика – это вся реальность ваша. Вся. Все декорации, деревья, птички, все. Природа, погода, все психика. Космос – это ваша психика. Это все она. И когда вы пытаетесь, скажи мне два слова, и что-то примитивно закинь, это глупо. И в то же самое время каждый контур декорации строится под ним и тем же правилом. Именно правилом. Потому что работает одна и та же тригонометрия, одна и та же геометрия. Все работает однотипно. И если вы понимаете сам процесс, как он однотипно работает, по подобию, то вы, называя букву А, уже будете знать, чем закончится предложение. Потому что дальше будет информация перебрасываться по подобию. Вот эти вот принципы какие-то уловить, осознать, заметить, понять и так далее, можно в процессе тренировок. Поэтому мы дали комплексную тренировку, пять часов сплошной тренировки. Маленькие перерывы на туалет будут, ну, когда надо будет прийти в адекватное состояние. Но, возможно, они будут использованы под то, что кто-то в это время вышел, вернулся и так далее в спокойном режиме. Мы вместе с вами отработали эти пять часов, поблагодарили друг друга. И у нас была возможность потренироваться вместе с вами. Счастливые разошлись. И смотрите, еще один плюс из личной встречи. Личная встреча – это всегда гипноз. Мы этого не скрываем и говорим. Это всегда гипнотические состояния. Но нам не нужен гипноз. Нам надо просыпание людей. Нам надо инфодайвинг. Но не заснув, вы не можете проснуться. Так вот, вот этот момент, когда вы из сна выходите в просыпание, самостоятельно человеку проделать, опять-таки, иногда сложно. Почему сложно? Потому что он лжет себе и не хочет держать сам у себя рапорт. Вести самого себя, когда мы говорим и ведем. Хотя есть возможность. Мы объясняем, как это делается. Так вот, вот эти моменты для нас, они тоже будут тренировочными. Помочь человеку вытолкнуться. Вытолкнуть его вот в это состояние просыпания. В моменты, когда мы будем вас грузить. Когда мы будем тренироваться. То есть вот этот момент, он тонкий момент. Когда мы видим, что все, сознание человека выключается. И ты его подталкиваешь. Человек выныривает. И выныривает. Кажется, я сплю, я не сплю. Но при этом у меня легко идет информация и работает вот эта часть тела. Вот это про инфодайм, кстати. Поэтому, если вам интересно это все прожить, почувствовать, попробовать, то, наверное... Ну и нам же интересно. Конечно. Если нам не интересно, то тогда есть смысл вообще встречаться. Видите, почему Москва? Потому что это живая работа. А как бы вот эта коллективная работа, живая работа, тренировочная работа. И как-то именно в Москве сложилось, что это можно, законодательно не запрещено. Ну, собираться и проводить такие тренировки, такие занятия. И Москва приняла нас очень дружелюбно. Во всяком случае, это уже не первая поездка. И мне нравится. И каждый раз впечатления? Знакомишься лично с людьми. То есть, когда же мы работаем с людьми, мы видим их изнутри. Мы не видим их тела, мы не видим их лиц. Мы их чувствуем внутри. И потом очень прикольно. Вот человек к тебе подходит, и ты внутренне с человеком узнаешь, что-то такое знакомое-знакомое. А тело-то ты не знаешь, да? И это интересные моменты для нас тоже. Ну и моменты, знаете, по перепрограммированию жизни. Нам вообще очень интересно в последнее время. Раньше мы старались не вмешиваться в жизнь человека. А последние наши наработки, когда мы видим, что у человека там либо болезнь очень быстро наступает, либо у него просто башку сносит на какой-то теме, либо идет какое-то обострение, и что действительно мы видим, что медицина человеку не поможет в данном случае. То есть, ну, можно изолировать, можно похоронить, можно еще что-то. Так вот, нам интересно вот это перепрограммирование из коллективного. Мы же смогли коллективное материализовать, проявить для себя в своей психике. Это значит, у нас появился объект для работы. И это значит, с восприятия вот этого так называемого бессознательного коллективного можно менять программное обеспечение личного. И, знаете, это огромный пласт информационный с этого восприятия. Знаете почему? Потому что именно в коллективном, именно в коллективном записаны наши программы старения, умирания, болезней, лечения, похорон, лекарств, прививочные кампании и так далее. Все, что вы считаете, что это вы принимаете решение, а решение принято в коллективном. Более того, если посмотреть на то, как работает коллективное в нашей психике, то вы увидите, даже наука говорит о том, что есть эпигенетические метки. Что это такое? Вот просто задумайтесь. Да, у человека развернется какая-то стрессовая ситуация, именно стрессовая. И в этой ситуации он получит такой-то опыт. И этот опыт отразится на его дальнейшей жизни. Это прописано на уровне эпигенетика. Об этом говорит наука. Подождите, но кто человеку устраивает стресс? Он сам себе, да? Но как? Через коллективное. Так где записана информация о стрессе? И почему эта эпигенетическая метка как-то физически ее никак не могут найти и доказать? Что это за ерунда такая информационная? Потому что носитель информации находится не в компьютере, вот в этом, а в декорациях, в коллективном. И идентифицировать этот носитель информации как носитель информации крайне сложно, потому что он рассыпан в сознаниях людей. А как сознание людей проявить и материализовать для того, чтобы с ним работать? Вот эту херню мы сделали случайно, не случайно, целенаправленно. Ходили вокруг да около, но сделать мы ее смогли. И теперь мы тренируем, как вот из этого восприятия воспринимать жизнь человека, программы, которые установлены в человеке, и те событийные ряды, которые записаны у него в эпигенетике. И тогда эпигенетика приобретает, между прочим, нормальный материальный окрас. И тогда те же эпигенетические метки можно делать вполне себе нормальные. Ну, вот есть там этот метильный белок, а можно еще добавить форму этому, цвет, вкус и так далее. То есть это уже потом наука это найдет и докажет. И скажет, да-да-да, это есть, просто у нас микроскопы стали потолще и получше. Ну, или еще что-нибудь придумать. Не важно что. Главное, что это уже идет в материю. И материализует это сознание человека, проявляет это сознание человека. Вот, поэтому вот эти вот наши новые наработки, связанные с коллективным восприятием, или с восприятием из коллективного, где как раз-то и прописано все. Все основное, от чего мы страдаем и мучаемся. Вместо того, чтобы быть счастливыми, мы можем перепрограммировать на счастье и любовь, и так далее в своей жизни. Вот этим мы и будем заниматься в Москве. Программа охрененно интересная для нас. Я не знаю, для вас, может быть, тоже, а может и нет. Хотя, наверное, те, кто будет сейчас слушать, говорят, блин, чокнутые вообще, говорят, непонятно о чем. На иностранном языке каком-то, да, инопланетном. Знаете, мы действительно себя иногда чувствуем инопланетянками. Знаете, что напоминает наш приход в это общество? Ты попадаешь там, терпишь авиакатастрофу, и с мобильным телефоном оказываешься в племени Мумба-Юмба, да. Ему Мумба-Юмба так, а-а-а, виман пролетал, человек выпал, и он разговаривает телепатически. И ты показываешь эту досточку, он говорит, ну, гвоздики, может, ты забью или там орехи поколю. Ну, есть те, кто уже с мобильной связью знаком и понимает, что это вещи очень даже серьезные. И это все в нас. И это очень большой трансформационный путь позволить себе иметь эту мобильную связь в своем сознании, а не колоть орехи телефоном, да. То есть это действительно большой уровень развития сознания, потому что первый этап – это принять в себе Бога. Я знаю, как особенно у возрастных людей выносит мозг, вот человек тяжело болен, например, и ты говоришь, что без принятия Бога о выздоровлении речи быть не может. И как человека ломает, особенно вот все, что связано с мусульманством, там, Аллаха, это все, это капец, там, просто кукуха отлетает до истерик. Но это только первый шаг. А потом же у нас есть иллюзионист, а потом у нас есть создатель. И это восприятие, потом ты смотришь, вот с этого восприятия создания, ты смотришь на свое тело, как на муравья. Это же тоже твое восприятие. И ты можешь своим восприятием управлять, как хочешь. Ты можешь его каким-то образом выводить в сумасшествие. Это то, что люди будут считать себя сумасшедшим, а можешь при этом говорить основные вещи, потому что твоя мобильная эта связь работает. Это у них, она используется для колки орехов в силу недоразвитости. Поэтому это так. Поэтому, если вам интересно все-таки начать использовать свою мобильную связь и не колоть телефоном орехи, добро пожаловать на встречу в Москву. Мы с вами прекрасно проведем... Встречу с инопланетянками. Когда она захочет избавиться от этой травмы... Она очень хорошо ее использует просто. Ну да. Монетизировала неплохо. Молодец. Ловкость рук и никакое мошенничество. Мошенничество. Ну, тут не про мошенничество. Ну, я просто... Да-да-да-да. Тут про хорошую монетизацию травмы. Ну, это так. На самом деле, это просто вот смотришь и понимаешь... Нет, мы не про инопланетян. Инопланетная религия – это следующее. Вот совместить инопланетян с грибами, и уже будет следующий приход очередного Христа или там уже будет не... Ну, сейчас идет к этому подготовка очень активная. Очень активная. И так она прямо втекает, втекает. Окно Вертона двигается, потому что мухоморчики едут, и разные грибочки едут, и вместе с этим инопланетяне едут, и все едет. Но везде есть вынос, 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 вынос из себя. Есть некая Вселенная, есть некие законы Вселенной, есть некие боги во Вселенной, есть некие создатели. Все инопланетяне, только не вы. Вы не отвечаете за свою жизнь. Нет, ребята, инфодайм начинается с ответственности за свою жизнь. Без этого ничего не будет. И осознание этих моментов, и перепрограммирование своего восприятия таким образом, хотя бы сдвигание точки сборки восприятия таким образом, чтобы пошло позволение на здоровое восприятие, на просыпание. Потому что пока вот сон во сне, во сне, во сне, вот это все иллюзии, которые человек сам себе набрасывает, варится в них и укорачивает свою жизнь. Как-то так. Если интересно, приходите. Приходите, да. Москва ждет, и мы вас ждем в Москве.